лавиня boho бренд сантехнический в нашем ассортименте вот так он пишется рассказывали мы про разные вещи которые есть в сантехнике этого производителя сейчас дошли до рассказа про акриловую ванну казалось бы акриловая ванна что про нее рассказывает но если кто-то касался темы выбора ванной акриловой сразу бросается в глаза что цены на казалось бы похожие варианты ванны отличаются в разы почему так самый страшный неприличный фокус который существует в мире ванн это ванна из abs пластика изначально в магазине отличить abs пластик от акрила не сможет никто про какие бы способы кто-то не рассказывал дело в том что abs пластик гораздо более дешевый материал и у него есть две плохие вещи он желтеет и он царапается как попытаться отличить честную ванну акриловую от abs пластика во первых надо посмотреть на какой-нибудь открытый торец как вот здесь мы видим и увидеть что вот здесь есть не больше двух слоев два слоя то есть акрил и собственно вот это вот защитная из полиглаза тыльная сторона все никаких других слоев быть не должно в данном случае видим толщина акрила 4 миллиметра точно есть это стандарт который заявляется для европейских когда на случай немецкого производителя давно вы соблюдает что бывает из увидите из три слоя на какой-то ванной это означает следующее что скорее всего верхний слой это тонкий слой акрила какой-нибудь миллиметр потом слой вот этого дешевого bs пластика и когда вы что случается в быту случайно эту ванну поцарапаете вы быстро доберетесь до abs пластика который начнет желтеть и больше вы с этим ничего не сделаете будет такая такой некрасивый цветной шрам навсегда почему важно 4 миллиметра потому что спустя годы если вы вдруг захотите вернуть первозданный блеск вашей ванной есть специальные ремонтные комплекты для акриловых ванн вы можете собственно ручно ее отполировать если у вас только один миллиметр акрила вы это сделаете один раз и быстро докопаетесь до вот этого дешевого bs пластика дан который может скрываться под тонким слоем акрила что еще с этой ванной интересного с тыльной стороны а вот что интересно вам как-то рассказывали историю покупателей что они больше не будут не купить никогда в жизни акриловую ванну потому что после последние свои акриловые ванны когда они мылись стояли дно вывалилось да наверное такие случаи могут происходить но здесь это не пройдет почему во первых видите закладная вот это вот с тыльной стороны у дешевых производителей здесь всегда стоят отдельные рейки ли тонкая какая-то палочка посередине здесь видите огромная площадь этой закладной сделана из дсп она огромна настолько что она даже заходит под борта и когда вы своим весом давите сверху на дно ванной вы получаете распределение вашего веса в том числе опору на борта понятно борт держит выполняет такую роль вертикального столба удерживающего дно тоже помогая всем остальным местам креплений ножек которые в ванной безусловно есть а вот парить что я увидел про что обязательно расскажу это обратите внимание как много здесь толстенько сделано в том месте где крепится сливной сифон то есть если здесь мощно если здесь толсто а это так мы не рискуем закручивая здесь сифон устанавливая передавить в этом месте и получить не маленькую трещину да если мы это сделаем вода будет подтекать здесь это сделать похоже будет очень трудно получить трещин во вторых сама эта толщина позволила вручную аккуратно видите отполировать это отверстие она идеально ровненько а это значит что сюда идеально прижмется резинка уплотнительная когда мы будем устанавливать сифон и опять же не получим здесь никаких протечек что еще знаете иногда про ванны говорят что как его такие асимметричные ванны в основном в качестве преимущества производители пишет допускается там приложение усилия к борту а здесь оно не допускается если оно предусмотрено борт усиленный обеспециальный а каркас который продается к этой ванной имеет точки опоры ванной не как обычно у всех ванных только на этом углу и на этом иногда встречается еще одно ребро жесткости а здесь в комплекте идут два ребра жесткости дополнительных которые вы можете установить по борту там где считаете нужным то есть там конструкция самой рамы предусматривает передвижение этих вертикалей вы можете их допустим если вы будете представляете себе что вы будете постоянно сидеть вот на этом месте например ровно сюда поставить этот упор если вы представляете себе что ребенка будете сажать по центру ванны для чего-то постоянно можете передвинуть этот упор сюда также в комплекте 6 от 6 до 8 6 мест крепления экрана к ванной если в дешевых ваннах этих креплений как правило 3 происходит следующее вы подходите здесь крепление экрана к ванной нет вы случайно надавили коленом на экран экран отскочил и упал здесь тоже по об этом подумали ванны и прямые ванны этого производителя лавиния боха стоит у нас от 200 тысяч тенге асимметричная будет несколько дороже но она больше сложнее по форме да это отличается в два порой раза от того что можно найти в акриловых ваннах на рынке казахстана но это точно акрил сделанный опять с обращением внимания на нюансы как все у лавинии боха и это качественное изделие которое есть на него есть гарантия и нам такие вещи вам будет продать не стыдно уж точно